Рабочая группа Поблагодарил всех участников-организаторов этого всероссийского голосования, поблагодарил нас, как членов рабочей группы, за нашу работу. Он сказал, что правильно, что надо, чтобы вы продолжили эту работу, в связи с тем, что сейчас распоправки внесены, надо принять или внести изменения более чем 100 новых федеральных законов, федеральных законов, огромное количество законов региональных придется менять, подзаконные акты, словом, огромный массив законотворческой работы предстоит. С 4 июля 2020 года вступили в силу поправки Конституции Российской Федерации. Они касаются закрепления ряда социальных гарантий, расширения полномочий парламента, вводят ограничения для высших должностных лиц, а также устанавливают приоритет Российской Конституции над требованиями международного законодательства. Предложения, которые не вошли в текст Конституции, будут заново рассматриваться и, возможно, войдут в законодательство Российской Федерации. Понятно, что все в Конституцию включить невозможно. Но это важные предложения были, очень нужные предложения. И уже тогда, когда мы обсуждали, мы говорили, это все можно решить с помощью действующего, текущего законодательства. То есть это можно на уровне законов принять, но не надо вносить в текст Конституции. И вот чтобы эти поправки не пропали, о чем и говорил президент, необходимо, чтобы рабочая группа вновь четко сформулировала по каждому законопроекту, что были вот такие-то предложения, они обсуждались. И, соответственно, уже законотворцы, они при обсуждении тех или иных законопроектов, чтобы имели перед глазами вот эти вот наши те наработки, которые были у нас в течение работы всей рабочей группы. После внесенных поправок в Конституцию России необходимо будет изменить или принять не менее 650 законов и уставов регионов Российской Федерации. А также минимум 150 постановлений правительства Российской Федерации будут скорректированы. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс.